Давайте начнем, так сказать, с предисловия. Очень часто и на многих конференциях все время рассказывают про разные парадигмы программирования или про то, как вот сейчас придет 17-й, 20-й или N-стандарт, который там внесет что-то новое, и мы сможем лучше что-то делать в наших проектах, там уменьшить легоси. И все время мы забываем, что есть ненативные какие-то технологии или подходы, которые можно к себе притащить, и будет хорошо. Вот нам на прошлом СППКО не рассказывали про Монады. А поднимите руку, кто слушал про Монады в том году. Ну почти считается, но надо же, так сказать, подловить, проверить. Вот, сегодня будет тоже про такой немножечко интересный подход, паттерн, или как вам больше нравится это называть, про модель акторов. Начнем. Со мной модель акторов приключилась в 2013 году, когда через полгода работаю в конторе. Ко мне подходит TeamLit и говорит, я, конечно, последовательными итерациями за много лет уже улучшаю код, и вся команда как бы работает, но все равно есть немножко странности. И хочется, чтобы было вот так, хочется, чтобы мы могли притаскивать не какие-то здоровые концепции, или вот мы смотрим и говорим, хороший подход, давайте попробуем его притащить. И там после полугода мучений мы узнаем, что что-то становится настолько сложно, что можно удавиться. Или можно просто выкинуть весь проект и начинать сначала. Или, допустим, люди, которые любят Java и JVM, говорят, мы не возьмем вот эту там имплементацию монад, потому что они не совсем правильные. Мы возьмем такие монады, которые будут более правильные. То, что там оно не нужно никому, никто не замечает. То же самое с моделью акторов. Модель акторов — это не какие-то лямбда-исчисления, которые надо в них глубоко разбираться, и пока вы не выучите всю теорию, с ней как-то нельзя начать работать. На самом деле это вполне инженерные практики, которые можно в себя внедрять. Поэтому я надеюсь, что у вас будет как на первом слайде, а не как сейчас. Да. Начнем. Приходит темлит и говорит, нам надо что-то поменять. А если учесть, что архитектура проекта и так достаточно ветвистая, сложная, и обладает достаточно нетривиальными разными местами, то если немножко глубже посмотреть, то он взаимодействует очень много и реализует то, что называется сейчас модным красивым мап-джойны. То есть он должен сходить в несколько сервисов, получить результат, смертить и получить ответ для клиента. И такие штуки реально нетривиально написать качественно и правильно. А самое главное, у нас нет стандартизированных ивент-лупов. Ждем новый стандарт, когда Азия войдет как нетворкинг. Может быть, это поменяется. Но в тот момент большое число ивент-лупов, которые крутятся с сетью, с базой, очень мешали. Да, последовательными итерациями получилось довести, локализовать хотя немного бизнес-кейсы, так чтобы было удобно. Но приходило понимание того, что нельзя раз и сделать магию. Нельзя раз и получить результат, который хочется. Поэтому наш код, конечно, не так становился сильно похож на летающего спагетти-монстра. Мы старались ему так... Но на существо с сентаклями походило немножко иногда. Поэтому мы решили задуматься, что будет. Поэтому начали изучать, какие модели конкурентной разработки существуют. А давайте попробуем. А кто может для какого-нибудь из них назвать хотя бы один язык? А где люди, которые ходят? ЦСП это Гоу. А, ну нам тут говорят, что ЦСП это Гоу. Так, а кто хочет еще попробовать? Ну, Ирланг. Про модель актеров говорят, что это Ирланг. А кто-нибудь про первую может сказать? А, вот. Питоз. Питон, Паскаль. Оно... О, так, ладно. Не, ну в принципе все правильно. Мы начали смотреть, что можно внедрить и что будет на самом деле для архитектуры не так дорого и затратно. Потому что у нас уже есть понимание, что бизнес-кейс локализован. Что у нас есть возможность, что у нас очень многие компоненты уже взаимодействуют через сообщение или что-то очень похожее на это. Мы посмотрели на такие языки и посмотрели, что у них это хорошо идет. Тем более современный мир, он богатый. Как бы вот там сколько на J-Point не приходишь, все время есть доклады про актеры. Поэтому мы подумали, посмотрели разные источники. Первым, что мы пошли, подумали, что же это такое, что можно без применения высокоуровневой математики, которая стоит за этим, использовать. Нашли описание? Описание интересное, развесистое, гарантирующее, что модель делает то-то, 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 что она в результате применения ее получится то-то, то-то, то-то. Но не очень было понятно все-таки, как этого досягается. Но мы сконцентрировались на том, что нам было наиболее интересно. В том, что мы бы могли, скажем, вытащить из кодовой базы достаточно такие страшные штуки, как конкуренция хэшмап самописная. А вот у кого есть самописная конкуренция хэшмап в проекте, признавайтесь. Да ладно, и все знают. Чуваки, вы крутые, вы крутые. У нас было таких пять имплементаций, на самом деле, в разных частях кода. И самое главное, настолько были некоторые нитриальные, что там были таймеры, коллбеки и разные другие интересные плюшки, которые авторы библиотеки могли придумать. Но мы-то знаем, что надо вставлять, чтобы лог-фри получить. Вот. Мой начальник, он был не очень молодой и умудрился немножко подписать на смолтолки. И оказалось, что акторы не мапятся на ООПшные классы. Они наиболее похожи на смолтолковские классы. Потому что у них есть такое же поведение, как у акторов. После того, как мы изучили разные возможности, мы решили поискать, а что же есть готового? Ну, нельзя же все с нуля писать. Возвращаемся к нашим конкретным хешмапам. Мы нашли двух игроков. Каждый игрок предоставлял разный богатый достаточно функционал, и мы начали экспериментировать и пробовать. Почти любая имплементация модели акторов начинается с того, что у вас есть некоторый класс, который называется environment, или как-то может по-другому, как автор захотелось назвать, и всегда есть trackpool, без него же никак. И, опять же, непонятная абстракция акторов. Но мы уже точно знаем, что она обращается как сообщение, поэтому, наверное, там можно получить, меньше используя блокировок, и получить результат сравнимый или почти сравнимый, в зависимости от того, какие классы задачи вы решаете. Мы начинаем смотреть чуть глубже. Любой актор с собой гарантирует модель акторов. Хорошо. Давайте подумать, где можно найти. А помните, кто помнит поплайны на одном из первых слайдов? А кто согласен со мной, что поплайн, в принципе, это один бизнес-кейс? Ну или поверьте мне хотя бы, что это был один бизнес-кейс. Ну, хорошо, будем верить. И на удивление получилось так, что у нас уже каким-то образом частично в проекте были подходы, которые именно с общениями общаются. Нам было в этом месте проще. Я уверен, что и у вас есть места, которые с общениями общаются. Потом оказалось, что модель акторов гарантирует то, что любое сообщение будет обработано. Да, оно может быть обработано так, как вы захотели обработать. То есть на вход и на выход получилось очевидно. Но бывают случаи, когда приходит какой-то мусор или что-то ненужное, или метод, который мы не можем обработать. Поэтому, соответственно, у нас есть стандартная заглушка для таких ответов. Что мы не можем обработать, ты прислал какой-то мусор. Логично, опять же, проводя параллель со смолтолком, он также умеет. То есть ты в смолтолке никогда явным образом здесь и сейчас не сможешь получить из этого метода класса результат. Он будет динамически продиспатчен и возвращен чуть позже. Очень сильно акторы напоминают то, как взаимодействует наш браузер с разными интернет-сервисами. Он также умеет говорить, что вы пришли туда, куда вы не можете перейти. Поэтому наиболее интересно накладывать это на модели, которые есть в реальном мире, а не выдуманное, что-то типа лямбда от лямбды, f от лямбды и погнал. Согласитесь, конечно, можно в этом разобраться, но я думаю, люди с функциональными программируемыми вам лучше про это расскажут. Акторы также гарантируют не модулью, но разными возможными имплементациями, тем, что кто-то за вас подумает и гарантирует то, что если у вас какой-то из акторов упал, то супервайзер, который отвечает за эту подгруппу акторов, он его переподнимет. Это гарантируется нисколько моделью, но если смотреть в одну из первых диссертаций по модели акторов, там есть намекания на то, что есть ответственные за это. Поэтому супервайзеры очень, на самом деле, начались именно, как история показывает с Ирланга, и там они хорошо. В Ирланге же любимая концепция, давайте упадем, если мы ничего сделать уже совсем не можем. Падают, хорошо, супервайзеры перезапускаются. Я видел код, как четыре Ирлангиста из-за неправильной конструкции супервайзеров приложение не могло стартовать, оно просто падало на старте. Такое бывает, но, с другой стороны, надо доку лучше считать. Также супервайзер, одной из первых, гарантирует, что все дочерние процессы, которые есть, процессы и актор в Ирланге, это одно и то же, поэтому я иногда могу путать местами. Гарантирует, что все дочерние его акторы будут более-менее равномерно загружены работой. Это тоже не совсем так, потому что в наших инженерных решениях до конца почти никогда не понятно, какой из элементов будет загружен или перегружен. Но супервайзеры якобы говорят, что можно. И третий кейс, который супервайзеры очень любят, это дерево супервайзеров. То есть вы думаете, что у вас иерархии, допустим, из 15 акторов? Нет. На самом деле это могут быть иерархии из трех супервайзеров, за которыми скрываются все остальные акторы. Это очень гибко и позволяет строить разные распределенные решения. Ирланг этим гордится, что вы можете строить разные распределенные решения. Продолжаем. В нашем реальном мире всегда есть балансировщики нагрузков, есть прокси и все такое. Супервайзеры – это как раз та часть, которая комбинирует то, где будет исполняться и то, куда надо сходить, чтобы получить результат. Тем самым хорошие аналогии. Надеюсь, вам понравилось. Продолжаем. Теперь немножко уходим вглубь. Акторы. Мы все время говорим, что это такие классные вещи, надо их внедрять. Что под капотом? Под капотом не очень сложная концепция. У любого почти актора есть свой личный событийный цикл. У него есть какие-то пользовательские методы, state и, естественно, почтовый ящик или очередь, которую разгребает Event Loop. Давайте будем говорить как раз-таки про state. Мы же говорим, что акторы, они частично или полностью могут нам избавиться от блокировок. Надо же понять, как этого достигнуть. Нам даже в описании модели говорят, что, видите, мы можем менять state. Значит, все будет хорошо. Значит, можно как-то надействовать. Начинаем изучать. Берем простой актор. У него внутри, путем наследования или, как Каф очень сильно любит, путем хитрых лямбт и глобальных объектов. Мы каким-то образом положили в актор наш хешмап. Каждый раз, когда мы делаем актор на нити исполнения работы, он накладывает изменения, которые к нему пришли из почтового ящика. И накладывая на этих изменения, он меняет state объекта. Тем самым актор дает гарантию про data location и изоляцию данных. И то, что никто, кроме актора, который отвечает за это, не сможет поменять. Это то, хорошая аналогия, это Sherry Pointer и Unique Pointer. То есть в этих случаях сразу понятно, кто ответственный за данные и кто меняет их. В нашем случае за данные, которые лежат в акторе и те, за которые он отвечает, только он ответственный и только он может изменить. Нам бы, наверное, все-таки хотелось как-то уметь не просто какие-то примитивные наши структурки переносить, а какой-то большой объект куда-то перетащить, с ним что-то поделать и потом вернуть. Классическое, допустим, банк, когда тебе надо заблокировать два счета и перенести сумму. Продолжаем. Для того, чтобы изменить что-то у кого-то, надо это запросить. Значит, нам надо создать сообщение с просьбой. А верни мне, пожалуйста, хешмап. И актор, который гарантирует, что он ответственный за эти данные, должен снять копию с текущего. И в зависимости от того, как прописана пользовательская логика, там есть два возможных случая, это скопировать просто и оставить оригинальный хешмап без изменений или, скажем, просто его замувить, то бишь очистить. Две классические стратегии. К сожалению, выбирайте ту, которая вам больше. И в сообщениях передать в хешмап. Ну, в другой актор, у которого есть такая же или другая структура, которая может принять в себя хешмап. Тут, наверное, люди начинают задумываться. А вот что-то месседжи какие-то куда-то ходят, у кого хешмапы. Тут, наверное, попахивает тем, что у нас, наверное, скорее всего в этой модели есть какой-нибудь type-erasure. Кто так подумал, честно, признайтесь? Ну, а чисто то, что происходит потеря, типа в рантайме. У какого-то объекта. Да, вы правильно абсолютно подумали. Потому что если рассказывать про Кафу, то они очень лютые люди. Они настолько страшны, что они здесь… Кстати, а кто был на Киноуте? Давайте еще проверим. О, а помните, нам про корову рассказывали? Вот они любят корову, они любят юплы, они даже любят плотно упакованные контейнеры, чтобы можно было несколько месседжей соединять и бинарно отправлять на соседнюю машину. Вот неимоверное количество темплейтного кода, который якобы работает. А поясните, пожалуйста, что такое корова? Копианройд. Поэтому их месседжи, с одной стороны, очень легковесные, расшарены везде, но они немножко страшные. Люди, у которых, так сказать, задача ближе быть, это… У нас есть старый добрый механизм, динамик кастов. У нас есть старый рейтемплейт. Надо использовать то, что все-таки есть, поэтому все остальные идут по типу Any или функциональные, ну, или какой-то выборки из Any. Кто, кстати, в архитектуре все-таки вставляет Boost Any в продакшн? Boost Variant лучше. Да, Boost Variant. Boost Variant лучше. Так, на самом деле, думают не только люди, которые сидят здесь, но и люди в других местах. И у них есть специальная оптимизация, чтобы была хоть какая-то надежда на то, что с типами будет хоть чуть-чуть. Есть вариации модели акторов, когда каждому актору понятно, какой тип данных в него примерно приходит. И там есть оптимизация как раз-таки на Boost Variant. Продолжим. Вот девчонки говорят, ну, shared state. Ну, страшновато, но на самом деле в модели акторов это возможно. Вполне даже. Но везде есть, так сказать, ошибка программистов, ошибка разработчиков. Это невозможно все предусмотреть. Поэтому, как же, так сказать, добиться shared state и там, где очень не хотелось бы его получать? Придавать не копию или не smart pointer, в который завернут на хиппи выделенный объект, а переносить сырые указатели на хешмап или ссылки. Тем самым вы говорите, что мы теряем всю изоляцию, и у нас на самом деле акторы в какой-то момент могут начать менять те объекты, которые нельзя менять, за которые ответственен другой актор. Тем самым, как бы, изоляция теряется. Вот тут говорят, что появляются блокировки. Я лирически отвечу по-другому. Если у вас там, где вы не проектировали блокировки, в модели акторов неожиданно вставляются в инженерном коде блокировки, наверное, вы что-то делаете не так. Так, вопрос из зала. Смотрите, очень простая логика. Если это все-таки называется распределенным, то мы головы указатели не можем гонять априори. Сейчас, подождите секунду, вот мальчик сейчас дойдет. Повтори, просто вопрос очень важный. Смотрите, если все это подразумевает, что это будет работать распределенно, хотя бы в разных процессах, то мы не можем гонять головы указателя априори. У нас это всегда должен быть какой-то маршлинг, то есть мы должны гонять содержимое данных в каких-то бинарных массивах. Как мы головы указатели, снова адресного процента другой передадим? Что, не заработает? Ответ хороший, но я на самом деле… На самом деле это вопрос. Он мне на самом деле к рефлекшену, вы пытаетесь меня подтолкнуть на самом деле. Ну, господи, это на самом деле очень просто. Надо просто стерилизовать, надо иметь одинаковый стерилизовщик и десерилизовщик, чего-нибудь. Это хорошие подходы, они работают. Они во многих местах идеально работают, но не всегда все так легко. Я не зря упоминал, что люди из кафе любят писать код. Они очень любят писать boilerplate код. То есть темплейты на темплейтах, у них есть стерилизация, которая очень сильно похожа на стерилизацию из boosts. Очень сильно причем. У них есть даже свой бинарный протокол, binary actor, чего-то там, communication protocol, который, если в нем начать разбираться, то начинается поиск ошибок не в их бинарном протоколе, а в мультиплексере, который написан поверх boosts. И вот у них реально с этим очень все страшно, но на некоторых кейсах она работает на самом деле. И да, можно сделать бинарную стерилизацию, и это более правильно. Так не везде можно, но, скажем так, есть грязные хаки, скажем, intercommunication, разные инструменты применяются хорошо. Вот я знаю кафу, который немножко допилили работу через Unix за main socket, и стал получше. На самом деле немножко не об этом, а скорее о том, что если у нас два процесса, то мы в принципе головы указательные передать не можем. Ну, скажем так, не всегда хочется голые указатели. Ну, прошу прощения, не всегда это бывают совсем разные треды. То есть модель акторов, она, конечно, про-кооперативную, на самом деле многозадачная, но не всегда можно это чисто реализовать. Ну, смотрите, здесь получается, что у нас актеры должны быть де-факто независимы друг от друга. Если мы начинаем гонять голые указатели, даже в целых, и в целях оптимизации, мы рискуем отстрелить себе ногу. И это хорошо известный подход в C++, и тут как бы надо аккуратно взять и следить за тем, что ты делаешь. Да, я абсолютно согласен, но если я бы про это не сказал, то люди думали, что так можно делать, и это хорошо. Поэтому спасибо большое. Давайте попробуем поговорить про наши очереди. Очереди в актерах – это всегда болезненно, поэтому отдельный разговор про них будет. Когда ты видишь очереди в актерах, это, как правило, всегда Unbound очереди по одной простой причине, потому что бизнес-кейсы не очень ясны разработчикам библиотеки, и, как правило, тебе приходится писать унифицированную реализацию, чтобы в конечном моменте времени уже тот, кто использует твою библиотеку, мог это применять. не Unbound очереди не дают такого. Но почему-то у меня, когда я вижу Unbound очереди, всегда происходит потоп, и это всегда ясно. По одной простой причине. Как бы хорошо ни была спроектирована система, у нее всегда есть понятие того, сколько она может переварить в себя, и то, сколько она может принять. В этот момент времени обычно... Обычно в этот момент времени я говорю, что вообще хорошо бы вспомнить некоторые курсы математического анализа, попробовать сделать вашу модель системы просто хотя бы абстрактно, чтобы понимать, какая нагрузка будет. И как бы бороться один... Не существует идеальных способов бороться с перегрузкой системы. Вам придется самим решать. Но для того, чтобы чуть лучше понимать, как моделировать это, давайте попробуем представить, что вы заработали там... Вам надоело программировать всем, и лет через 50 вы захотели открыть классный бизнес по изготовлению бургеров. Все же любят кушать. Поэтому мы так подумали, подумали, говорим, что нам надо. Нам нужны люди, значит, нам нужен маркетинг. Мы подумали, нам нужны кассирши, чтобы обслуживать наших клиентов. Нам нужны повара, чтобы их готовить. Но есть нюанс. Не все сразу понимают, в какой конструкции, куда правильно вкладывать деньги, чтобы получить правильный результат. Поэтому обычно всегда механизмы закусочные разбиваются на три компонента. Что мы знаем то, сколько примерно к нам может прийти в один момент, то есть длина очереди, то, сколько у нас будет девушек или мальчиков, обслушивая эти очереди, и то, сколько поваров на них всех может готовить, пока вы примерно не сможете это спроектировать или оценить. Это через мод-модель, возможно, или другие способы. Вы не сможете эффективно спроектировать систему, которая будет выдерживать те нагрузки, которые вы запланировали. То же самое с акторами. Вы можете перегружать эту абстракцию, и в какой-то момент она скажет, ну, окей, я читаю, читаю, читаю. А бороться с этим реально сложно. Поэтому, когда вы используете какие-то решения, будь то актор или другое, подумайте, может, надо все-таки взять ручку и карандаш и оценить то, насколько будут нагрузки велики. Вот. Теперь переходим к тому, за что меня долго ругали в Берлине. У любого актора есть событийный цикл, потому что фактически, когда у тебя работает трэдпул с акторами, то трэдпул крутит акт, ну, исполняют последовательно акторы, а акторы внутри себя крутят событийный цикл. Это базовое решение почти у всех. Бывают разные интересные комбинации, скажем, запихнуть туда вместо настоящей функции к рутину, и таким образом можно будет доп. управлять актором. Но, скажем так, это не тема моего доклада, поэтому давайте пока про обычный событийный цикл поговорим. Вот. Вот так обычно выглядит обычный событийный цикл почти во всех базовых реализациях. То есть 7-8, там может быть больше кодов, может быть меньше. Смысл в том, что из обычного почтового ящика забираются сообщения и исполняются, пока они там не закончатся. Но тут есть две подставы. Первый. Мы написали, что это блокирующий режим. Мы-то не хотим заблокироваться на бесконече. Мы хотели бы как-то управлять тем, сколько актор тратит времени на исполнение самого себя и сколько трэдпул. А что трэдпул-то, он не бесконечен. Поэтому люди долго посидели, подумали и придумали псевдонеблокирующий событийный цикл. Почему он псевдонеблокирующий? Первое. Опа. Вторая слайд. Есть такой показатель Макс Трауч. То, сколько актор может исполнить писем из почтового ящика. Да, у Ирланга есть шикарный механизм, который может читать даже инструкции, которые выполнять. Но мы такого не можем себе позволить. Мы, так сказать, простые люди. У нас нет виртуальной машины. У нас есть только железо. Поэтому мы можем посчитать то количество числа писем, которые мы обрабатываем. Поэтому он называется псевдонеблокирующий. Но тут есть тоже один нюанс. У псевдонеблокирующего есть некоторый метод, который знает, как намапить то сообщение, которое к вам пришло, на некоторый функтор или экшен или другой объект, который понимает, как с ним поработать. И вот здесь начинается одна из, так сказать, тонких мест. Всегда пользовательские методы хотят быть подлиннее. У всех же, наверное, в коде есть 3-4 страницы только один метод. «Да, сейчас все должны прийти и сказать, нет, это плохой код». Но такое бывает. Такое бывает обычно в старых методах на 3-4 экрана. Обязательно можно найти кусок кода. И здесь, если вы пишете в таком стиле вактор, какие-то пользовательские методы, это не очень интересно. Это очень сложно. И самое главное потом понять, какой из акторов тормозит, не получает скушать сообщение вовремя очень сложно. Ух ты, ёжик. Да, ко мне подходит на немецкой конференции один человек и спрашивает, событийный же цикл можно запустить один раз, чтобы он один раз провернулся. Можно такой финт провернуть с актором? Я говорю, внутри есть событийный цикл, у нас есть количество исполнений, значит, можно нахачить. Нахачили. Мы говорим, что мы можем запустить актора один раз. И просто передав ему количество того, сколько сообщений из мейлбокса скушать, единица. И он один раз провернется. Очень хорошая аналогия с событийным циклом. Да, есть вопросы? Поднимайте руки, я как бы готов отвечать прям вживую на вопросы. Подожди, только давай сейчас микрофон. Потому что я чувствую, что есть вопросы. У меня самый первый вопрос. Если ты говорил об unbound-очередях, то есть на практике продажной они какое-то ограничение есть, ограничение по баклогу сообщений. То есть получается, даже если у тебя акторы все работают на одной машине, ты уже подставляешься под паршал фейлор. И как в акт на фреймворках вообще в принципе вот эти распределенные вещи, которые каждая определенная система должна обрабатывать. То есть out of order, delivery, partial failure, networking, splits. Ну, я понял. Как с этим бороться? и как вообще в принципе обрабатывается? Как с этим бороться? На самом деле с этим очень по-разному бороться. В Устин-Верланг есть специальные библиотеки, которые гарантируют, что те mailbox, которые у них есть, они будут другие, не unbound. Это первый способ. Не забывай, что messagebox это очередь. Теория очередевна. Давай я сейчас отвечу, потом я перейду. поэтому ты можешь по-разному скажем backpressure использовать для того, чтобы управлять. Все зависит от того, как ты делаешь это. То есть я не могу предусмотреть все 50 тысяч кейсов, которые будут. Бороться с этим единственным способом проектировать так систему, чтобы у нее был какой-нибудь механизм защиты от этого. Один из очень популярных механизмов таких систем это попробовать закрыть сокет, чтобы больше из него не читать и не принимать сообщения. Давай в микрофон, я готов подискутировать как бы. Ну вообще ни о чем тут на самом деле нужно любые демопатентные операции делать, чтобы в случае если несколько раз пришли сообщения. Наверное, от сетевых проблем не изолируют нас актерные системы, но в принципе сообщения логических о том, что может актер упасть, не обработав сообщения. И что в этом случае происходит? тут много вопросов давай последовательно. Смотри, как бороться с сообщениями можно по-разному, но опять же можно попробовать, что если у тебя копии сообщений в мейлбоксе, ты можешь их слопнуть и сказать, что я один раз обработаю. Такой кейс возможен. Возможно очень многие кейсы, но их все предусмотреть очень сложно. То есть можно дать минимально ручки, чтобы ты мог как-то по-разному их дергать. Теперь по поводу повтори вторую часть. я просто немного имел опыта работы с этой библиотекой. и вот такие вопросы, которые мы сейчас поднимаем. Сеты это какой уточни, пожалуйста. Sol5. А, окей. Хорошая библиотека, годная. Да, да, да. И вот эти вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, там в принципе они кладут, ну, их решает пользователь библиотеки. То есть если я не ошибаюсь и не вру, то это дано на откуп пользователей. Да, потому что только пользователи знают. Там есть все средства для обеспечения стратегии как раз от выбора, что делать. Может вы там начнете реже читать сокеты там, допустим, для того, чтобы затормозить клиентов своих. Можете там сбрасывать, что угодно. Ну, короче, это пользовательские стратегии. Спасибо. У меня, я на самом деле немного работал с этой моделью акторов, точнее, от слова вообще немного. От слова совсем не работал. У меня вопрос на понимание. Смотри, вот предположим, у меня есть актор, который лазит в базу, там делает хитрый джоин, который много времени занимает, обращает какие-то данные. И, предположим, у этого актора очень много сообщений, он всем очень нужен, такое бывает. Ну, может быть. Смотри, вот у нас, значит, обрался затык. У этого актора очень много писем пришло, а он как бы не успевает отвечать. А как в такой ситуации делается скейлинг? Ну, то есть, мы поднимаем еще одного актора, он становится неожиданно с другим айдишником. Это же другой инстинкт актора. И вопрос в том, кто балансирует нагрузку на этих акторов. Смотри, вот тут правильно дают ответственность. Может супервайзер, в зависимости от того, что ты используешь, в кафе это будет, в зависимости от версии, это будет супервайзер. А в субжектайзере у них есть для этого два подхода. Вот автор, может, там есть копирейшн-лиссенер, он может балансировать. То есть, есть. То есть, на самом деле, когда мы посылаем сообщение в модели, что у нас два актора делают одну работу, мы на самом деле посылаем сообщение в супервайзер, а супервайзер сам принимает решение, в какой из акторов его запихнуть. Так или нет? Это один из возможных. То есть, можно так, а бывают и другие. Смотрите, а есть, у меня просто мы писали подобную штуку с одной задачей. Есть чуть более такой, мне кажется, традиционный подход, когда мы делаем очередь задач на Тарантуле, и у нас есть набор воркеров, которые, соответственно, берут задачку, ее исполняют и отсылают результат. Берут задачку, сохраняют в базе. Есть некий супервайзер, который это делает. То есть, здесь, как мне кажется, в чем проблема эта система, что очередь живет у каждого из акторов и, соответственно, заранее сбалансировать на грузе, как это возможно. И есть другая парадигма под названием пул воркеров, она может чуть поумнее называется, когда воркеры сами себе берут задачу, когда они могут ее взять и не берут, если они чем-то другим заняты. Вот в чем преимущество модели акторов или преимущество нет использования пул воркеров? Хороший вопрос, на самом деле, с подковырочкой. Есть небольшой нюанс. Когда ты используешь только концепцию с пулом воркеров, есть такое понятие, как тромбы. И вот тут могут быть тромбы. Но на самом деле, я сейчас буду рассказывать, как с тромбами бороться. И на самом деле, когда ты используешь модель акторов, там тоже могут быть акторы только уже в виде тромбы. Это разные виды гранулярности. То есть, или у тебя задачи, они очень маленькие, локальные, с применением, ты можешь их масштабировать. Путем увеличения, скажем, числа тредов, ты поднял еще одну нить исполнения, сказал, вот, акторы, вы можете жить не на 15, а на 16. или же сказать через супервайзера, что я могу балансить нагрузку на соседнюю вообще машину. Это тоже возможно. Вот КАФ очень пытается в этот мир пробиться. Да. Ремарка к этому вопросу. Дело в том, что модель акторов, она вообще не везде применима, и не везде будет работать хорошо. В каких-то случаях другие модели конкурент-компьютинг работают лучше. В частности, ЦСП-шные каналы. Если на одном конце у вас будет канал, куда вы будете пихать таски, а на другом канале пулборкеров, это будет работать для такого сценария гораздо лучшим модель акторов. Для какого сценария у меня модель акторов будет работать? Для того, когда у тебя задачи короткие и хорошо быстро процессятся. На самом деле, философский вопрос здесь можно на пол доклада. Да, то есть, не, ну подожди, мне же надо про что-то рассказывать еще летом, ну ты приходи ему. Если в двух словах, то прелесть акторов заключается в том, что у них есть стейт, которым владеет только сам актор. И если на актора воздействуют из разных рабочих потоков, то здесь происходит синхронизация не на уровне пользовательского кода, а на уровне акторного фреймворка или рантайма, если мы говорим про A-Lang. И тем самым написание логики в акторе по защите его состояния оказывается очень тривиальным. И за счет этого получается упрощение и решение задачи. По правилу сказать, что он где-то по правилу или очередь и очередь в том, как то, а вот и очередь и очередь. Да, 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 я пойду. Не, на самом деле там надо понять, кто это просто говорит, поэтому, так сказать, коллега по модели актеров, ну, там следующий как раз доклад. Возвращаясь ко всему этому любой актер или актор может исполняться на какой-то нити исполнения. Хорошо бы придумать более-менее такой подход к исполнению акторов, который наиболее обобщенно бы решал ваши проблемы. Когда ты начинаешь, почти любой код начинается с того, что у тебя есть общая очередь сообщений и нити рабочие борются за нее. И обычно это выглядит вот как-то вот так. Хорошо, понятно. Но люди подумали головой и нашли, нам же надо как-то это решать. Мы не можем жить там в 90-каком-то году. Много уже мат-аппарата было выпущено, много было проанализировано. Поэтому придумали там четыре базовых стратегии, которые можно по-разному использовать и используют. А вот поднимите руку, кто Java знает. Поднимите. А кто не знает? Не, оставьте руки подняты. А кто знает fork joint pool? А. А. Вот. И там есть такой интересный подход, когда у тебя пересказывай то, что в зале. смысл любопочти таких подходов это про то, что если какая-то задача очень сильно не тормозится, то все остальные задачи, которые лежат у конкретной нити исполнения в очередь, ты можешь забрать. На самом деле эта стратегия называется очень сильно хитрый work stealing. Ты можешь позаимствовать какую-то задачу у другой нити исполнения и использовать ее. Это всегда очень хороший подход. Но такого подхода тоже есть некоторые нюансы, поэтому обычно work stealing один не ходит. Он ходит по какой-то вот такой формуле, которую я как-нибудь сегодня ночью узнал с ума. Есть такой сайт 1024 или ком или ру, на который там есть прям расписано красивое с объяснением почему. Дмитрия Вьюхова, он тут? Нет. Поэтому я был очень удивлен, что очень мало сайтов, которые объясняют. А в чем смысл этой формулы? Что мы должны выбрать какую-то стратегию, которая подчиняется тем правилам, которые нам скорее всего нужны. Обычно work stealing, иногда может быть какой-то допустим work request, но они все не должны ходить по-одиночке. Наиболее эффективность получается тогда, когда мы можем скомбинировать несколько стратегий. И тут цинично мы будем заканчивать. А хотя сколько еще осталось? О, значит, я успею самое сладкое рассказать, то, что было нарисовано сегодня ночью. Вот, тут правильные были вопросы. Давайте мы тогда промотаем чуть-чуть вперед и поговорим. Помните, начальную реализацию про job shared queue. Обычно такая ситуация наиболее часто. Часто, понятно, всегда бывает. Поэтому приходит умный темлит и говорит, нет, у нас будет work stealing, каждый рабочий друг у друга будет забирать таски, если один из рабочих видит, что замкнулся, а очередь задачи копится. Но тут есть тоже маленький нюанс. При таком лидер не получает обратную информацию, а нам очень ценно получать обратную информацию. Используя то, где было больше всего задач исполнено, и где было меньше всего, и то, какая была загружена, мы можем немножечко стахастически оптимизировать. поэтому классическим образом еще любят использовать work balancing. Это то, что я говорил, обратная связь. Лидер уже не бездумно просто write робином кладет, а он знает, что одна из нитей чаще бывает перегружена, потому что операционная система на нее акцент, или наоборот. И мы можем чуть лучше балансировать, а work styling позволяет то, что мы немного неправильно добалансировали, перераспределить. Такие подходы очень часто работают хорошо, если они правильно спроектированы, и вы четко понимаете, что вы делаете. У кого-нибудь может есть вопросы? Давай на микрофон. В итоге все равно же обратную связь нужно будет обеспечить, даже если мы делаем перемещение тасков между work ерами, то есть work styling обеспечивается, обратную связь, load balancing если не сделать, мы все равно наткнемся на некорректное распределение нагрузки преследующей итерации. Я понял тебя. да, ты отчасти прав, но этот бы случай был возможен, если бы чисто был лидер, у которого нет обратной связи. Если он просто по рейтробину распределяет, да, такое будет, но он со временем понимает, что этот трет почему-то меньше любится системой, давайте мы на нее меньше задач положим. Я понял, но ты сказал о том, что он начинает перераспределять задачи, а потом ты сказал, что мы потом можем доделать с помощью workstealing то, что не доделал лидер, то есть еще перераспределить после этого. Но после этого перераспределения все равно нужно будет замкнуть обратно на лидера, о том, что мы еще сделали перераспределение, чтобы он знал, что вот этот worker, я на него распределил вот столько-то, но там он еще себе забрал одну. Понимаешь, в чем проблема? Это более сложенные стратегии. То есть я же не зря говорил, что можно по-разному стратегии комбинировать, их может быть много. Если пробовать добавлять лидеру еще и такую логику, то иногда бывает того, что система вообще перестает работать. Система думает, что все нити такие классные, они няшные, их нельзя трогать, загружать задачи нельзя и может быть такое, что мне все равно кажется, что если мы добавляем получается load balancing лидеру, который интеллектуально распределяет нагрузку, а потом интеллектуальным способом занимаемся workstealing, то вероятностное программирование становится какое-то. Мы не гарантируем действительно равномерной загруженности. мне так кажется. Я не люблю, когда у меня в воркерах нет гарантированного контролера, то есть нагрузка не гарантируется кем-то в виде лидера. Давай рассмотрим другой случай. Если не будет workstealing, а будет только world balancing, то у тебя будет что? Каждый трет кладет, прошу прощения, в каждую нить исполнения происходит положить задачу, и ты будешь думать, оно положилось, да, оно долго, а как ты иногда понять, что задачи переполнены, можно, скажем, пройти условно под блокировкой, пойти и спросить, а сколько у тебя задач, а сколько у тебя задач, можно, ты получишь какой-то там ответ. обратная задача, когда worker, получая очередную задачу, знает своего лидера, и тогда он в уведомительном порядке работает, тогда у тебя лидер, ему не нужна блокировка, чтобы опросить состояние всех воркеров, они у него есть здесь, Не так, комбинирую, в принципе, это возможно одна из возможных стратегий, но, опять же, можно по-разному экспериментировать, можно по-разному раскладывать, невозможно все предусмотреть, поэтому, как бы, твоя вариация, она, в принципе, жизнеспособна, и, скорее всего, она будет более эффективна на практике, допустим, вот, буквально пару недель назад для много сокетных плат в кафу завезли еще одну имплементацию ворк-стилинга с чем-то, то есть, меня волнует именно вопрос про появление неочевидных ошибок вот при такой ситуации, насколько может быть больше, и будет ли их больше, если мы не контролируем вот сам ворк-стилинг. Я понял тебя. Ворк-стилинг, давай я тебе риторически отвечу, идеальных решений не бывает, мы должны смотреть, в каком-то кейсе ты прав, я согласен с тобой, но есть нюанс, всегда есть нюанс, а нюанс в данном случае связан с тем, что ты не, ну, как же, сейчас, я так скажу, если ты будешь пробовать делать идеальное балансирование, ты можешь сбалансить в никуда. Согласен. И как бы ты ни пробовал крутить ошибку влево или вправо, чтобы повысить максимизацию эффективности работы системы, скорее всего, не вот это будет твоей проблемной точкой, будет, скорее всего, тот код пользовательский, который написан, не давать какому-то из воркеров нормально переключать следующий актор. Потому что во всех моделях актера есть две горячие точки, которые реально надо оптимизировать. Это сам событий цикл актора и событий цикл рабочего. Остальное потом. Я готов, в принципе, еще поговорить про это. Давайте мы чуть-чуть вернемся. Вот, где же можно использовать и где это будет наиболее интересно и применимо? Как правило, это задачи, у которых задачи, которые не всегда могут быть большими и вообще, когда у вас понятие локальных данных наиболее выражено в системе. То есть, когда вы обслуживаете пользователей и делаете какие-то классические веб-сайтики, наверное, и там можно применить, если очень хочется. Где оно проявляет себя лучше? Это когда у вас задача строить сложные какие-то сервисные архитектуры. Вы можете сказать, вот этот актор в случае такого-то шли на такую-то машину, в таком-то случае на такую-то машину. Это будет на самом деле более эффективно и более полезно. Потому что когда вы пробуете сложный монолит, который уже написан, добавлять, такое тоже возможно. Ко мне просто этой ночью появилось разрешение рассказать следующую историю. История будет ответом, где можно использовать. Видите, там написано бэкэнд гейм-дева. И это действительно правда. Ко мне пару месяцев назад пришли люди и говорят, мы взяли твой модель актеров, положили в продакшн, получили хорошие результаты. У нас задача одна единственная. Нам надо большой сложный объект, который называется хранилище квестов, реплицировать. Они обновляются раз в день, все хорошо. Нам надо реплицировать на еще одну машину, чтобы у тебя был слейв, с которого в случае падения мастера мы могли читать. Не вопрос. Посидели, разные кейсы рассмотрели, подсказали, как лучше сделать. Проходит еще пару недель, и неожиданно появляется репликация не просто на слейва, а еще мы научились писать это в Postgres и на файловую систему, чтобы быстрый crash можно было. Поэтому как один из возможных способов можно использовать модель актеров не во всем проекте и не для всех задач, а для какой-то задачи, которая наиболее подходит. А можете пример сказать, как вы положили модель актеров на репликацию базы данных? Я уточню, не репликация базы данных, а большого... Давай ты повторишь вопрос. Можете рассказать, как вы положили модель актеров на задачу репликации хранилища? Хорошо, давайте так переформулируем. Смотри, у них есть большой такой объект, который обслуживает... У них есть BoostAzio, который работает с ThreadPool. Есть большой сложный объект, который называется хранилищем костов. Это на самом деле комбинация хешмапов, хешмапов и мультимэпов, ну это нюансы. Есть единственный выделенный Thread, который их обслуживает. Получилось, что если... А у них уже сообщения неявным образом были. И есть такой красивый паттерн, когда ты скрываешь за объектом как в Smalltalk'е неявные ответы, ну неявное возвращение результата не сиюминутно, а постфактумом. И за счет того, что мы берем пустая машина, модель актеров есть, ты берешь, начинаешь вычитывать с Postgres, ну там просто конкретно Postgres был. И ты запихиваешь это через уже событийную систему. С событийной системе привязали модель актеров, которая сохраняется то, что она получила из базы и отправляет в три разных доп. источника. И тем самым мы получили возможность среплицировать, не корректно говорить базу, мы получили возможность среплицировать объект. То есть по сути у вас было два актера, один нет, не совсем точно, не два актера, нельзя говорить, что можно, конечно, говорить, что все актеры, их мало, но обычно они не ходят по-одиночке, потому что задачу пытаются разбить на подзадачи, чтобы каждый актер выполнял то, что нужно им. Можете огласить, сколько было актеров хотя бы в общем, и какие задачи они решали конкретно? Конкретно актера, который был специально написан балансер, который балансировал как раз между тремя машинами. У него на самом деле в подчинении было еще три таких же, как он, для того, чтобы был балансинг между балансингом. Был актер, который отдельно проверяет то, что называется вектор клоук, для того, чтобы гарантировать, что у нас все записи были последовательны. И было несколько актеров, которые гарантировали проверку жизнеспособности копий и самой машины. То есть где-то было в районе ста актеров небольших, и они крутились на том же событийном цикле, что и Азию. Там немножко подшаманив, можно одно на другое намапить. Это, кстати, одна из прелестей модели актеров. Ты можешь взять актер и ему не объяснять до конца, где он, а просто перетащив интерфейс использовать. Мне тут говорят, что надо заканчивать. Я готов кувларов до бесконечности. Поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ